Всем привет, друзья, коллеги! Сегодняшнее видео будет посвящено расключению многопарных киповских кабелей в шкафу распределённой системы управления в контроллерной. Сначала хотел сделать большое видео, но так подумал и решил, что оно будет слишком уж длинным, поэтому коротко так пройду по основным моментам, как здесь не наделать ошибок, чтобы не пришлось потом долго и мучительно все переделывать. По этому поводу я написал специальное пособие. Вот так оно выглядит. Здесь практически пошагово описываются все действия, которые нужно предпринять по расключению данного типа кабелей в контроллерной. Учтены все ошибки, все недостатки, все нюансы. Ну, естественно, не все, потому что пособие будет дорабатываться. У меня есть ещё несколько таких задумок, которые не вошли вот в этот выпуск, который я год назад примерно сделал, ну, с учётом нового такого опыта. Ну вот, потом я оформлю ссылку на страницу ВКонтакте, и там можно будет свободно скачать. Если я вдруг это не успею сделать, то напишите, я вам уже отдельно вышлю. Мало ли что, руки не дойдут. Вот, а здесь я по таким фотографиям пройдусь и расскажу, в чём могут возникнуть тонкости. Вот, кабелей в контроллерную может заходить очень много. Вот так это выглядит кабельная вода все в подстанцию. Здесь они не заделаны, закрыты ракстеками, то есть резиновыми такими уплотнениями. И вот если их с самого начала не расчесать правильно, завести абы как, то придётся всё это перетягивать и много времени тратить уже на распутывание и на закрывание вот этих вот отверстий, проходов. То есть, вот данный проход можно закрывать там двум человеком, не знаю, недели две, к примеру. Вот. Всегда, всегда следует оставлять определённый запас на поворотах вообще, где можно, потому что, как показывает практика, как только вы сделали свою работу, да, вот появляется, ну, примерно вот такое, вот стрелкой показано. То есть, товарищи при прокладке кабеля не учли вот этот поворот, сделая силовый натяг, и пришлось уже с какой-то стороны приходится потом вытягивать всё это. Вот. Поэтому запасы, конечно, не такие, чтобы там километровые, но вот метр-два, где возможно там вот эти петли в поворотах учитывать. Вот. Под фальшполом, например, не всегда всё идеально, конечно, несмотря на то, что существуют резервные лотки, да, что должен оставаться какой-то запас, ну, теоретически, чтобы лотки не так плотно заполнились, а осталось даже какое-то свободное место. Но вот здесь видно, что прям с горкой забит лоток. Это не уникальный какой-то случай, это, к сожалению, такое, обыденное дело. То есть, с этим сталкиваемся ежедневно практически. Вот также под фальшполом, то есть, сверху у нас тут шкафы ДКС, то есть, шкаф распределённой системы управления, это Distributed Control System. Вот. Почему я часто такие названия английские вставляю в своё видео, потому что, вот, например, когда вы заходите в контрольную, и там каждый шкаф промаркирован, да, какая-то табличка, там, ДКС, МПС, ФГС, то есть, каждая табличка, она что-то обозначает, какую-то аббревиатуру. Вот если вот в них разбираться, хотя бы чуть-чуть, это сильно облегчит вам, ну, работу и жизнь. Вот под фальшполом, то есть, вот идут кабели экиповские, искробезопасный, синий свет, это искробезопасный кабель, не бронированный, бронированный будет уже с красной полосой. Вот. И вот эти моменты, то есть, чтобы они не шли в натяг, как-то вот, как-то я сейчас покажу, нам оставили китайские наши коллеги, так сказать. Вот, например, вот два кабелька, на самом деле их тут больше, которые идут практически в натяг. То есть, здесь уже сделать практически ничего нельзя, у нас было потом трудности, и сильно мы навозились после этих товарищей. Вот. Изначально, когда кабель заводим, нужно предполагать, что места может и не хватить. То есть, компоновать всё нужно достаточно плотно, насколько это можно, и предвидеть всё-таки, что придётся это всё потом закрывать крышками, всё это аккуратно укладывать. Ну, здесь каждый суслик был агрономом, то есть, совершенно разные методики, в кавычках, расключения кабелей. Что-то здесь от узлов навязали, тут экраны плёночные, вот это где-то сняли, где-то нет. То есть, надо бы как, это всё у нас переделось. Ну, типичная картинка такая. Здесь какая-то цветовое вот это разнообразие. То есть, смотрите, здесь, например, заходит кабель, да, идёт по коробу через верх, по часовой стрелке, и, например, вот на нижний клеммник. Почему они так сделали, я сказать не могу. Основные вопросы тоже я коротко пробегу. Принцип такой, что всегда нужно делать так, чтобы потом можно было переделать безболезненно и с наименьшим затратом, потому что разные требования могут быть, требования могут поменяться. Придёт другой куратор, ему нам что-то не понравится, один уйдёт в отпуск, а другой на его место придёт и скажет, ну, всё, ребята, не так, всё переделайте. Хотя электрической ошибки здесь может и не оказаться, да, то есть, соединения выполнены правильно с электрической точки зрения. Но не понравятся какие-то нюансы монтажа, которые на общую работу не влияют, но вот как тут не подойдёт эстетика. Какие-то там, не знаю, корпоративные требования у них. Молодец, что там бывает. Далее, значит, вот перед тем, как кабели заводятся, здесь убираются все лишние детали, всё-таки панели, накладки, всякие прокладки поролоновые, по возможности аккуратнее. То есть, накладочку снимаем, пометили её скотчем, подписали название своего шкафа, вот и куда-то аккуратно убрали. Потому что, вот если мы их не уберём, вот здесь вот панели оказались не сняты, кабели завели, да, и вот это всё, вот эти вот нежные поролоновые накладочки все эти, они оказались деформированы. Тем более, кабель толстый, жёсткий, вот красная полоса, это тоже означает, что кабель бронированный. Пришлось это всё потом менять. Также, когда кабель заводен, вот, например, попалась, да, стёртая надпись, какая-то нечёткая маркировка, всегда маркировка должна читаться безошибочно, вот, и желательно его сверять уже с метражом в кабельном журнале. То есть, вот, ага, маркировка, метраж резов этих совпадает, плюс-минус, там, пять метров, всё, можно уже, ну, с уверенностью работать. То есть, и велика вероятность, всегда есть, точнее, вероятность, что неправильно подписан кабель, вот, и потом уже спрос с кого? Ну, с того, который включал. Потому что это тот, кто прокладывал, его уже в это время может и не оказаться. Вот они, заведенный кабель, тут уже видно, что часть кабелей разделана. Всегда мы, да, начинаем по возможности расключать с, до самых дальних клеммников, чтобы последующие кабели, все они уже друг на друга накладывались сверху. Вот, то есть, если мы, например, ну, например, вот этот первый кабель подключим вот сюда, на эти барьеры, вот, то все последующие кабели будут на неё насладиться, и если мы что-то хотим, захотим с первым кабелем сделать, уже у нас ничего не получится, он уже будет безнадёжно зажат. Также всегда необходимо учитывать, что места в коробе, в пластиковом для всех кабелей может не хватить, особенно вот если открывать шкаф, видите, что много различного оборудования, всё понятно, да, места уже не хватит. Сделать всё максимально аккуратно, максимально компактно. Вот. Такие вот вещи товарищам своим лучше не оставлять, что-то тут кофе какой-то разлилось, да, грязь какая-то и прочее. Так, что тут у нас дальше, какие рисунки? Так, ну, подробно я, ещё раз говорю, останавливаться не буду на всей этой технике, всё это можно посмотреть у меня в пособии, в пошаговом. Единственное, что, например, это уже силовая часть, на кабеле с жёсткими жилами, с одножильными, да, такими, с негибкими, наконечник одевать не стоит, чтобы там не говорили, потому что, когда одеваем наконечник, он обжимает, например, в четырёх местах, создаётся дополнительно вот это переходное сопротивление, которое в конечном счёте отгорит. Цельную жилу никакие тиски плотно не отожмут, поэтому, ну, когда требовали там наконечник, просто юбочку одевал, так и в клейник жилу засовывал. Вот. Естественно, в многожильных кабелях наконечник всегда одевать нужно. Так, это пошли уже тонкости. Делать нужно всё красиво, под ключ, всё, должна быть эстетика. Каких-то ляпов некрасивых всё-таки следует избегать. Ну вот, например, сейчас покажу. Такие вот косяки, да. Ну вот, термоусадочная трубка, которая была надета на экран, какая-то она с плюсом-то, что-то её не рассчитали, длину её, в итоге она уселась, оголилась, экран оголился. Вот. Здесь вообще что-то оплавили феном неудачно. Ну и вот. Конечно, такую работу недопустимо заказчику сдавать. Вот. Нельзя сказать, что вот сделал и всё, отстань от меня. Куда-то ты спрятался. Нет. Это переделки, они занимают гораздо больше времени, на самом деле, чем работа. Ну вот здесь вот так сделано довольно симпатично. Видите, что экраны на заземляющей планке заведены так аккуратно, такими колечками. То есть, потом, даже если вы какую-то ошибку в электрической части сделаете, в другом месте вот этот куратор или проверяющий, кто там, инспектор, будет проверять работу, принимать, он уже на некоторые вещи может закрыть глаза. То есть, смотреть более мягко. Если вот эту общую эстетику соблюсти, где-то там ошибиться, то он уже скажет, ребят, ну переделайте. И наоборот, если у вас там всё подключение будет правильно, но какие-то будут, ну откровенно такие небрежные работы, да, он уже в следующие моменты, в следующий раз уже будет более придирчиво всё это принимать. Уже ни на слово не поверить, ничего, сам приделать. Придёт и забракует работу. Вот, например, что здесь видно? Здесь видно, что юбки наконечников оплавлены вследствие неумелой работы феном. То есть, когда кембрики обсаживаются феном, чтобы они не болтались, да, хотя это, в принципе, это и необязательно, были оплавлены юбки наконечников. Чтобы этого не было, вот такую насадку нужно использовать. Не просто так дуть на расстоянии, а уже это, ну более направленно. Вот это тоже экраны, но это вообще тоже как бы безобразие. Уже совершенно не смотрится. Эстетики здесь нет никакой. Вот, а также при... Много очень у нас жил при магистральных кабелях остаются незадействованы. Это резервные жилы. Прятать их, делать такие запрятыши внутри короба не нужно. Вот, если на клеммнике есть свободное место какое-то, то лучше эти жилы на клеммник, на пустые клеммы посадить. Вот. Ну вот тоже видно. Оплавлено что-то ещё там. Вот такое цветовое многообразие. Где красные наконечники, где жёлтые. То есть, тоже непрофессионально это сделано. Должно быть всё одинаково, одинакового цвета. Ну и, соответственно, юбки, видите, тоже оплавлены. Здесь вообще, как бы, приложили, в кавычках, чрезмерное усилие. То есть, наверное, не той отверткой, не под тем углом. И в итоге просто клеммник выломали. Клеммник у этого барьера шкафу просто оказался выломлен. Вот. При мне это было, как бы. Точнее, я это обнаружил. Вот. Сделать здесь уже ничего было нельзя. Всё это клеммник меняли. Было очень много неприятных моментов. Приходилось там оправдываться за действия товарищей. Ну вот тоже бирки. Неуместное цветовое многообразие. Красные, синие, белые, синие, чёрные. Вот. Излишне творческий подход. Длину тоже не нужно оставлять там 25-30 сантиметров, иначе бирки начинают путаться там, и ничего не разберёшь. Вот. Если делать, то делать уже хорошо. Вот. Например, как вариант, даже узелок вот этот заплавить феном. То есть, он будет не распушённым, уже более так симпатично выглядит. По поводу наконечников. Вот, к сожалению, тоже пришлось... Нос на меня потыкали за одного товарища, который вот эти наконечники 2,5 миллиметра он посадил на миллиметровый кабель с течением, и обжал ещё не обжимкой, а пассатижами или бокорезами. То есть, инспектор подошёл. Ну, даже не инспектор, а пусконаладчики следом подошли, просто потрогали, даже не подёргали. Кабель выскочил с наконечника, наконечник остался в клеммнике. Они, естественно, жалуются куратору. Куратор уже жалуется мне и начинает меня, кстати, предъявлять. Вот, что тут ваша фирма, кого вы тут на работу берёте. Поэтому наконечники строго соответствуют, соответственно, должны диаметру кабеля и обжиматься, естественно, только таким профессиональным прибором. Вот. Вот кабели, бронированные внизу шкафа, заземление, выполненное шлейфом. Вот. Крайние кабели подключаются на шину ПЕ защитного заземления. И вот между собой наконечниками вот так вот вот один наконечник, они прессуются. В идеале, конечно, надо чтобы это был один провод. То есть, в одном месте просто чищается изоляция, провод сгибается вдвое, и под ней наконечник сажается. Вот. Ну, это, конечно, в идеале, чтобы не было вообще никаких развивок. Вот ещё, да, запрятыши были обнаружены. Не нужно лишние проводы, провода, точнее, прятать в коробе, где-то их там хранить. Лучше их посадить на свободные клеммы. Вот. Если уже совсем такой возможности нет, то ну, так вот. Можно, как вариант, заизолировать и подписать, что это за кабель. Во избежание дальнейших неразумений. Потому что открывать шкаф будут часто. Лазят там все, кому не лень, как обычно. В итоге крайне оказывается, кто-то это будет всё сдавать. Так, ну и вот, что ещё. Да. Чрезмерное приложение усилий. Видим, что вот эта прижимная бобышка на клеммнике оказалась просто сломана. Вот. Вот это вот хорошая бобышка. Вот это уже бобышка лопнувшая. То есть, прилагают коллеги чрезмерное усилие. И, в итоге, вот этот нежный клеммник, хотя он сделан с запасом, да, по всем позициям, он уже просто сам не выдерживает. Вот. Сейчас ещё покажу один вариант, если найду. Вот ещё. Вот разрушенный клеммник. А вот другой вариант, это вот уже сломан сам винт, вот этот прижимной. То есть, его прокрутили и всё, кабель оказался зажат. Всё. Потом надо уже обрезать этот проводочек и клеммник менять, уже где-то искать запасной. Вот. Опять лишние телодвижения. Вот. Также нужно, чтобы кабель, приходящий в шкаф, оказался жёстко зафиксирован. То есть, к рейке, к планке, даже если нет каких-то зажимых стандартных пока, делаем всё как будто делаем на чистовую под ключ. Вот. Кабель не должен ни болтаться, ни как-то чувствовать себя свободным. Он должен быть жёстко зафиксирован. Так. Ну, что ещё показать такого? Ну вот, струбцины вот такой прижимной подходящего размера не оказалось. Кабель нужно было, да, прижать. Поэтому вот такую манжету изготовили. Не помню, осталось ли она там до конца или нет. Ну, как бы на прочность не влияет. То есть, ошибки тут по большому счёту нет. Ну, вот штангенциркулем. Кстати, штангенциркулем может пригодиться вообще в любой ситуации. Как и для расклёчника, так и просто для монтажника. Вот измеряем диаметр кабеля. Это вот 32 миллиметра. То есть, чтобы потом насадить термоусалочную трубку соответствующую диаметру. Вот подойдёт либо сороковка, либо вот 50-го размера. Ну, чтобы сделать там куклу, ну и прочее. Вот так можно в пластиковый короб завести кабель. Вот примерно, ну сколько тут, сантиметра два с половиной выступает. Вот она линия разделки уже. Делаем чёткие и ясные надписи. Потому что, повторю, ещё не один раз туда придётся шкаф влазить всем. Вот какие-то не то что недочёты, какие-то непонятки всегда случаются. Ну и вот. Да, в каком-то видео я уже показывал. По-моему, видео называется «Поувонял бы», да? Вот на кабеле разделанном было вот заметно такое утолщение. Это, конечно, безобразие. Это вот металлическая стяжка. Вот не знаю, почему это сделали. Но вот пришлось вот это всё переделать. То есть, экраны кабеля, например, не должны между собой никак соприкасаться. То есть, чувствительный такой аналоговый сигнал. Ну, например, от термопара идёт, который к внешним различным электромагнитным воздействиям достаточно, ну, чувствительным. Если экраны между собой пересекаются, вот, образуется гальваническая связь, и плюс-минус там 5-10 градусов она может уже выдавать какую-то погрешность. Вот. Если клеммники такие вот обнаружены контактными такими разъёмными, да, разъединительными, ножички такие, то их лучше тоже все раскрыть. Так. Ну, вот, наверное, пожалуй, всё, что на сегодня я хотел по этому поводу сказать. Ещё раз скажу, что... Хотел бы порекомендовать пособие. Вот это вот здесь, ещё раз повторю, всё пошагово расписано. Вот. С чего начинать разделку, как её заканчивать, и плюс в пособии здесь указано расключение приборов уже в поле. Вот. Осредительных коробок и... Вот. И различные уже тонкости. Поэтому с контакта скачивайте, постарайся ссылку уже оформить. Вот так уже шкаф распределённой системой управления может выглядеть в конце, уже после сборки. Вот. Надеюсь, видео оказалось вам полезным. Вот. Если оно вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Вот это помогает его развивать. А так, всем удачной работы, безопасного рабочего дня. Спасибо за просмотр. Пока. Подписывайтесь на канал.